ВОЗДУХА ЦЕЛЕБНОВА О СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЦАХ, О ЦВЕТУЩИХ КОЛЮЧКАХ И ЛЕГКОМЫСЛЕННОЙ МОРОЖКИ. И ОБЯЗАТЕЛЬНО НА УСТАХ ПОЯВЛЯЛАСЬ УЛЫБКА. ОБЯЗАТЕЛЬНО. И СТАНОВИЛОСЬ И ВПРАВДУ ЛЕГЧЕ И СВЕТЛЕЕ НА ДУШЕ. Фрагмент сказки, который вы сейчас услышали, принадлежит перу писательницы Лилии Ядрышниковой. Жительница Санкт-Петербурга стала лауреатом литературного конкурса «Югра – это моя земля». Живущих во взрослых людях у нас на связи из культурной столицы России. Лилия, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как эта сказка родилась? Она ведь называется «Бог творит улыбкой, небесная царевна». Правильно? Да, это была совершенно невероятная история. В гостях в Петербурге была одна интересная очень женщина. Мы познакомились случайным образом, но, вы знаете, как говорят, в жизни ничего не бывает случайно. И она мне рассказывала о своей поездке на приполярный Урал. Плюс оказалось еще, что она об этом пишет и пишет очень интересные картины. И она мне показала свои картины, которые меня так вдохновили. Особенно, когда я увидела ее колючки невероятные, чертополох, который цветет. Вы знаете, никогда не обращают внимания на эти цветы и цветами-то их не называют. Но когда они цветут, они такие красивые. И вы знаете, меня это все так очень впечатлило. Но когда она рассказывала про приполярный Урал, вы знаете, что-то случилось необыкновенное. Потому что она с такой любовью про все это говорила нам, что у меня возникло ощущение такое, что сзади меня стоит какая-то сила. Вы знаете, и вот она мне рассказывает про этот хрусталь, который там лежит прямо на полянах, про ее экспедицию. И я понимаю, что у меня вот просто слезы текут, она говорит, что львешь. Я говорю, я не знаю, но какая-то сила хочет, чтобы они рассказали. Вы знаете, вот в это трудно поверить, но это правда так было. И потом через какое-то время она отправила мне картину с изображением девушки, которая сидит на камне. На камушке напротив нее такой красивый-красивый берег, цветущие кусты, деревья, трава. И вы знаете, меня все это так вдохновило. И вот появился маленький кусочек, а потом все это начало потихонечку возникать, какой-то образ складываться. Давайте, да, назовем имя этой художницы. Да, да, да. Ее зовут Валентина Конева. У нее совершенно невероятные картины, которые вот именно о природе, об этих местах, о приполярном Урале. Еще она была в экспедиции, то есть она очень много пишет. И даже, по-моему, недавно была выставка в Хантамансиске и ее картины. Вот. И вы знаете, все эти картины, они меня вдохновили на создание целой сказки, но ее бы не появилось, если бы я не знала, что в Югре объявили такой вот литературный конкурс, и можно было бы в нем поучаствовать. Эта сказка бы появилась, наверное, гораздо позже. Но когда я узнала, что там сроки, до 30 ноября нужно было подать материалы, для меня это было таким невероятным каким-то решением. И очень мало оставалось времени, и появилась эта сказка. Я ее отправила, рисковала первый раз поучаствовать в литературном конкурсе. И вот случилось такое. Мы вас от всей души поздравляем со званием лауреата этого конкурса. А вообще скажите, вы в каких жанрах еще работаете? Вот сказки пишите, а еще что? Стихи, проза? Вы знаете, мне трудно назвать как-то это жанром, но вообще вот больше, наверное, так называю сама, как сказки для детей, живущих в возрастных людях. Вот. И да, мне нравится, иногда бывает так, что пишу стихи, то, что, знаете, идет по сердцу. Такого плана. А с Югрой вы лично тесно как-то связаны? Вы бывали у нас в Югре? Да, я родилась в Тюмени, и у меня было очень много командировок. Я объехала почти весь север Тюменской области, и Хмау, и Инау. Вот. Я знаю не понаслышке об этих краях. Поселки Березово я тоже была. Вот. И всегда меня поворажали эти места своей невероятной красотой. Вы знаете, такой эталонной красотой нетронутой природы. Вот это, конечно, всегда восхищает. И восхищают больше всего люди. Потому что люди – это самые главные драгоценности, которые вообще есть на земле. И сила духа, внутренняя доброта, вот этот стержень какой-то, знаете, мудрость такая житейская. Вот это вот оно присутствует. Поэтому я, конечно, Березово очень люблю, и низким поклон. И вот в сказке у меня, конечно, там река, она Ковенская, она не знаю, Куасса, она Монтийская. А вообще вот вся экспедиция по приполярному Уралу, так оно больше в Березовском районе, насколько я знаю, было. Наше интервью с вами выходит вот в самый канун Нового года. Что вы пожелаете нашим зрителям, югорчанам? Вы знаете, как говорят, что есть срок годности, но у любви срока годности не бывает. Я желаю всем, открывайте свои сердца, любите друг друга, признавайтесь в любви, дарите тёплые слова. Это так важно в наше время, в такое непростое, сложное, но в то же время интересное. Вы знаете, когда мы открываемся, мир становится теплее, и, как говорят, улыбка нам помогает. Я вот хочу завершить нашу беседу строками из вашей сказки. Ведь жизнь – это всё, что есть. Это всё одна большая, красивая песня любви, и начинается она с улыбки. И продолжается она с улыбкой. И всё так просто, все дела и заботы. Всё решается легче, когда помнишь, что Бог творит улыбкой. Лилия, спасибо вам огромное за беседу, вдохновение и новых произведений, интересных для широкой аудитории. Благодарю вас всем сердцем и всех поздравляю тоже с Новым годом. Любви и счастья всем.